Именно с чтения дуа традиционно начинаются миджлисы у татар, с восхваления Всевышнего Аллаха и поминания его прекрасных имён. Такую традицию поддерживают и во время Рамадана. В Саратове в благословенный месяц устраиваются коллективные фтары, где вместе собираются верующие разных возрастов. Традиционно делаются наставления от религиозных деятелей, зачем мусульмане соблюдают у разу, что верующий хочет приобрести посредством воздержания в это время. Для чего нужны такие встречи в Рамадан? Об этом в своём выступлении напомнил муфти Саратовской области Мукадас Хазрат Бибарсов. Он также выразил благодарность организаторам встречи. Искренне желаю всем организаторам этого фтары получить особую милость от Всевышнего Аллаха. Пусть Аллах простит ваши грехи и недостатки, даст вам и вашим детям крепкого здоровья и благополучия. В этот вечер также прозвучали наставление, как сохранить свою религиозную идентичность, воспитать достойное поколение мусульман. Кроме этого были прочитаны аяты из Священного Корана. До захода солнца мусульмане совершили дуа. Просили Всевышнего Аллаха принять уразу в Рамадан, простить грехи и ошибки, укрепить иман, сделать сильнее, дать возможность больше приносить пользу окружающим. Такие встречи в Рамадан всегда запоминаются надолго. «Альхамдулилля сегодня в нашем городе прошел большой коллективный ифтар, организованный самими нашими мусульманами, прихожанами мечети. Была такая вот инициативная группа, которая пожелала на свои средства пригласить свои семьи, своих родных, близких. И вот так в такой вот семейной, дружеской обстановке Альхамдулилля прошел коллективный ифтар. Я очень благодарю всех, которые приняли участие сегодня. Альхамдулилля, пусть Всевышний примет». В этот раз собравшиеся также услышали мунаджат на татарском языке и приняли участие в познавательной викторине. Правильно ответившие получали подарки. «Для меня этот вечер, встреча со своими земляками, со своими единоверцами, только положительные эмоции». С наступлением времени ифтара каждый отведал национальные блюда. За одним столом верующие общались, делились впечатлениями, а также обменивались мнениями, как с пользой провести остаток благословенного рамадана.